Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, почему при выпадении волос у женщин врач-трихолог назначает сдать так много анализов. Итак, когда женщина обращается к врачу-трихологу с проблемой выпадения волос, после осмотра врач-трихолог уже предполагает какой-то диагноз. Скорее всего, это или андроген-зависимая аллопеция, или диффузная телогеновая аллопеция. В зависимости от этого, вот этот большой список анализов, которые необходимо сдать, может варьироваться. Ну, сейчас я вам расскажу про весь перечень анализов, которые может быть вам назначен. Как правило, это клинический анализ крови, общий анализ мочи, реакция Вассермана, глюкоза, инсулин, индекс хома, ТТГ, свободный Т4 и АТПО, биохимический анализ крови, УЗИ органов малого таза, ГСПГ, соотношение ЛГЭ к ФСГ, паралактин, общий тестостерон и ИСТ, 17-ОН-прогестерон и корцизол. А сейчас я вам подробно расскажу, какой анализ за что отвечает, и почему же вообще такой огромный список. Врач что, сотрудничает с лабораториями, или в чем вообще дело? На самом деле, причина этого огромного списка просто в том, что врач хочет исключить ряд диагнозов, проявлением которых может быть выпадение волос, но только лишь одним из проявлений. То есть, диагнозы намного более серьезные, чем просто какое-то выпадение волос. Хотя, казалось бы, это я говорю как врач-трихолог, но тем не менее. Диагнозы эндокринологические, дефицитное состояние. Вот весь перечень, что я хочу исключить. Когда назначаю все эти анализы, это ВДКН, врожденный дефицит коры надпочечников, СПКИА, синдром поликистозных яичников, гипотиреоз, снижение ГСПГ, это глобулин, связывающий половые гормоны, преддиабет, гиперпролактиномия, заболевание печени и также различные дефицитные состояния. Итак, сейчас я подробно вернусь и расскажу, что за что отвечает. Значит, клинический анализ крови, общий анализ мочи, все понятно, общая реакция организма. Значит, реакция Вассермана, сифилис, при чем тут, казалось бы? Дело в том, что не то, что вы предполагаете сифилис у всех, у кого выпутение волос, нет, дело совсем не в этом. На самом деле мы ищем не сам сифилис, а ложноположительную реакцию Вассермана. То есть, если приходит человек, у него положительная реакция Вассермана, мы проверяем сифилис с дополнительным анализом крови, и оказывается, например, что это ложноположительная реакция Вассермана. Она может сказать о многих, ну, не о многих, а о некоторых заболеваниях, которые дальше нужно будет исключать. Почему же возникла эта ложноположительная реакция Вассермана? И все эти патологии тоже могут очень сильно влиять именно на выпадение волос. Поэтому реакция Вассермана обязательно при выпадении волос. Дальше идем. Глюкоза, инсулин, индекс, хомо. Преддиабет тоже может очень сильно влиять на выпадение волос. Ну, и, конечно, нужно в любом случае регулярно сдавать сахар. Значит, далее. ТТГ, свободный Т4 и АТПО. Антитела к тиреопероксидазе. ТТГ – это тиреотроптный гормон. Оценка функций щитовидной железы и аутоиммунных процессов щитовидной железы. Далее. Биохимический анализ крови с печеночными пробами. Обязательно оценка функций печени. Витамин Д, смотрим, сывороточное железо, ферритин, цинк, селен, витамин В9 и В12. Это прям классика. Проверяем работу печени, все дефицитное состояние, оно также работает в почек и так далее. Значит, УЗИ органов малого таза. Поиск СПКИ, синдром поликистажных яичников. Или же вторичных мультифолькулярных яичников. Это обязательно делать на 12-13 день цикла. Далее. ГСПГ. Глобулин, связывающий половые гормоны. Это оценка транспорта андрогенов. Сдаем на 3-5 день цикла. Первый день цикла, первый день менструального кровотечения. Далее. Соотношение ЛГЭК, ФСГ. Именно соотношение. Мы не отдельно смотрим эти гормоны, а именно их соотношение. Литонизирующие и коликулостимулирующие гормоны. Тоже поиск СПКИ и нарушение в работе гипофиза. Пролактин. Выявление гиперпролактиномии. Общий тестостерон и ИСТ. Это индекс свободного тестостерона. Поиск высокого уровня андрогенов в организме, соответственно. Далее. 17-ОАШ-прогестерон. Тут мы ищем не классическую форму ВДК. Это врожденный дефицит коры надпочечников. Ну и кортизол. Это наша классика гормона стресса. Который тоже, естественно, влияет на выпадение волос. Соответственно, после сдачи всех этих анализов, врач может как-то корректировать лечение и в работе совместной с терапевтом или эндокринологом уже назначается вам какое-то лечение именно выявленных заболеваний, а не только как назначение трихологических каких-то препаратов. Поэтому для... То есть эти назначения идут не для кормежной лаборатории, а для выявления ваших заболеваний. И все это делается только лишь для вашего здоровья. Подписывайтесь, я врач-дерматолог-трихолог и рассказываю на этом канале все про выпадение волос и уход за кожей. Так что у меня тут супер полезно.